Добрый вечер нашим зрителям. Сегодня понедельник и это значит, что подошло время очередного выпуску программы «Доживем до понедельника». Григорий Гельфер, Евгений Гендин и меня зовут Елена Кальянова. Добрый вечер еще раз. Как обычно, мы работаем в прямом эфире 370-3101. Это прямой телефон нашей студии. Он работает в течение эфира. Пожалуйста, звоните нам, ждем ваших звонков, обсуждений, участия в нашей программе. У нас работает также интернет-связь. Да, интернет уже пишут. Там же был какой-то конкурс, о котором мы анонсировали. Мы его еще раз анонсируем, но уже начали активные пользователи Фейсбука, читающие нашу страницу, в захлеб. И уже начали даже отвечать. Да, у нас действительно на эту неделю, предыдущую, в общем-то, тоже мы упоминали в прошлой программе. Но вы знаете, что осталась одна неделя до дня рождения, уже меньше даже, до дня рождения нашего любимого города. В эти выходные город отметит 240-летие. Так, по-моему, большинство источников, да, говорит. Ну, как договорились. Ну, в общем-то, договорились так. Да, 240 лет исполнится Днепру. И в честь этого события, и в честь событий, которые произойдут благодаря этому событию, я имею в виду джаз-фестиваль, он пройдет в течение двух дней в городе. Мы вот придумали, объявили такой конкурс. Два условия, собственно говоря, предлагаем вам. Сначала, пожалуйста, присылайте, высказывайте свои пожелания о том, как можно украсить городские скульптуры, памятники в привязке к фестивалю, да, то есть в стиле джаз, так бы сказать. Любые ваши пожелания готовы послушать. Возможно, какое-то самое удачное, оригинальное, вот и воплотят в жизнь. И второе, конечно, мы не можем не отметить оригинальные поздравления, которые вы напишите нашему любимому городу в честь дня рождения. Наш приз, такая очень красивая футболочка. У нас нет с собой сейчас? Да, у меня, к сожалению, нет. Вот показать. Ты не надела ее сегодня? Вы можете увидеть на странице нашей программы. Там есть фотография с красивыми логотипами, с памятниками Днепропетровска. Но дарить мы будем победителям не фотографию, а реальную футболку. Конечно, мы подарим реальную футболку, да. В зиме она очень. Я хочу сказать, что уже пишут люди. Вот, например, Алексей Викулов, когда появилось пару часов назад на странице программы, этот условие конкурса прислал, уже первый вариант. Он пишет, что Пушкин – это вылитый Майлз Дэвис. Вот вверху фотография Майлза Дэвиса. Кстати, саксофонист, игравший с Майлзом Дэвисом, Рик Маргитса, будет на нашем джаз-фестивале. Рик Маргитса. Вот, так что это первое. По-моему, это оригинально. И вот Светлана Серко написала, «Ну, Гоголю подойдет банджо. Гоголю подойдет банджо. На мой взгляд, Пушкина ударные. И на мотив сиреневого тумана в джазовой аранжировке можно вполне исполнить. Я памятник себе воздвиг нерукотворно». Вот отсылка к произведению «Кабара веселой беседцы». Вот уже откликаются. Пишите дальше. Вас ждет футболка. А я хотел немножко от этой темы перейти к теме, как это не обидно, но самого популярного на сегодняшний день телевизионного канала в Украине. Это обидно, но это тем не менее так. Это канал Интер. Потому что он, ну, как бы, загорелся. И, в общем-то, вчера многие имели возможность видеть, так сказать, как его сначала там пикетировали. Там были горящие шины, потом был дым, потом, значит, там люди вылезли на крышу. Ну, в общем, такая достаточно ужасная история, особенно в трактовке самого канала. То есть, ну, канал не предоставил сразу видеонаблюдение, поэтому трудно сказать, что было там внутри. Может, они сами немножко палили, как бы, потому что... Ну, есть такая версия. Да, есть. А потом скажут, вот эта камера сгорела, вот это вот, ну, как там было у Гайдая. Вот. Но, тем не менее, в любом случае, значит, полиция арестовала там человек 6-9, потом отпустила. Ну, на самом деле, разные сейчас вот страсти бушуют по поводу того, что, ну, произошедшего. Там Микулок Нежицкий пишет, отчего каналы возмущаются? Это же не канал, как бы, осаждали, а вот эту вот там компанию, которая делает новости. Канал всегда говорит, что мы ни при чем. Они просто делают новости, а мы их показываем. А сейчас оказался при чем? Ну, я считаю, что в любом случае это плохая история, потому что, ну, страна, где начинаются вот такого рода пожары, обычно там происходят потом очень серьезные. А пожары в стране не начинаются с такого канала, на котором вчера были пожары? Не вопрос. Я просто говорю о том, что все равно, ну, в этом же и есть разница между страной, которая говорит, что мы правильная страна и будем там стараться жить по закону, или таким вот форматом там, давайте, кто кого быстрее подпалит. Я считаю, что отберите лицензию, напрягитесь, так сказать, сделайте правильно, понимаете. Потому что вот эта вот история там с этими вот поджогами, с этими пикетами, она просто бесконечна. Потому что сразу другая сторона говорит, ага, вы так, а мы это. И все. Закон должен быть зависимым. Только о двух концах, безусловно, потому что, я согласна, вот, Жень, да, действительно с такой пропагандой, в которой сейчас обвиняют Интер, якобы, да, мы, есть, ну, есть за что критиковать Интер, безусловно. Это опасная, ползучая штука. Это, говорю, я, типа, либерал, там, прожжет. Нет, нет, это действительно так. Ведь же о методах, о методах. Ну, о методах. Почему тогда, у меня вопрос, почему молчала нацкомиссия по телевидению все это время? Где стыд? Неужели, да, ничего не было? Почему не лишили лицензии? Почему молчала СБУ, в конце концов? Ну, ведь это не какой-то канал, который там где-то в Ютубе вещает и имеет там сто зрителей или тысячу. Это один из основных каналов в стране. Поэтому, конечно, методы не самые лучшие. Ну, вы знаете, я заметила, что сочувствующих, на самом деле, искренне сочувствующих, не так уж и много. Сочувствующих кому? Поджогу. А, поджогу. В смысле, сторонников того, что надо жить. Да, очень поддерживающих эту акцию. И говорят, я не знаю, насколько это правда, говорят, что в кругах украинских блогеров выходит такая мысль, что активным пользователям соцсетей уже предлагают поучаствовать в такой акции бойкота. И Интера под условным названием «вымкнулайно», вот писать о том, что… Ну, я его не вмыкал, но, в принципе, я готов поучаствовать. Готов поучаствовать совершенно бесплатно. Нам, кстати, говорят, деньги предлагают за это. Да, тем более. Мы, наш блогер и народ продажный, так что я готов. Куда приходить за деньгами? Я хочу сказать, что, ну, да, пожар, но ничего, прорвемся. У меня тоже в свое время было выгорание, но ничего, вещаю, живой. Поэтому очень бы красиво, вот признаюсь честно вам и телезрителям, по идее, надо бы сказать то, что вот я там осуждаю. Было бы… Я не могу сказать, что… То есть нет жалости. Я понимаю, что это плохо, но то, что… Ну, есть за что. Меня это не радует, но у меня ни капли сочувствия, могу, каминг-аут такой в эфире, ни капли сочувствия ни к Интеру, ни к его сотрудникам, живым людям, которые за зарплату, которые, возможно, там не сепары, но которые работают на этом канале и производят этот информационный продукт, который приводит к поджогу. Я согласен с Гариком, ты правильно сказал, что это будет бесконечная череда, а вы так, а мы так, но это горечь. Но в этой горечи нет у меня гуманистического сочувствия к Интеру. Тем более я понимаю, какое это оружие, и какое оружие сейчас раскручивающиеся Ньюс Ван, допустим, Рабиновича, где помимо его быстрого там слюноотделения и хороших мозгов, пассионарности, я вижу эту тактику этих каналов. Там же будут не только холодное антиукраинское там где-то, они же не будут это открыто, они будут привлекать лузеров, пассионариев, инвалидов, прости мне, господи, там, революции на граните и так далее, которые будут, которые оказались не у власти, всяких фриков политических. Говорят, что это свобода слова, демократия. Говорят, что это свобода слова, а те будут кричать про зраду, там же не будет откровенно пророссийских каких-то вещей, и будут раскачивать. Надо к таким реальным привлекать. Где же наша власть? И святое понятие свободы слова, за которое я и рубашку рвал, и грудь под этой рубашкой, оно, ну как бы для меня в этой ситуации детский лепет на русской лужайке. То есть это опасная, опасная штука в наше военное время. Очень опасная и одна из причин войны, собственно, в этом. На твой вопрос, где же наша власть, хочу сказать. Ну ведь полное бездействие. Рейтинг, рейтинг, рейтинг. Вот есть рейтинг, который был сделан недавно, значит, агентством. Рейтинг, значит, по, значит, тому, кто какие проценты предположительно имеют на выборах президента. Значит, на первом месте Юлия Владимировна Тимошенко, 17,7. Это чей рейтинг? Рейтинг, рейтинг. Рейтинг, рейтинг. Ну, я думаю, что... Один из рейтингов. Ну, это же как телевизионные каналы, а не чьи-то. Да, но тем не менее, я думаю, что все равно, даже какая-то, так сказать, может быть, не совсем корректная правда, она все равно не может быть совершенно... Ну, тем более, все равно, это же их бизнес, они дорожат своим рейтингом. Дальше. На втором месте Юрий Бойко, вот, кстати, у Бинтери. Да, вот, 11,5%. Унылый парень. Унылый, да, харизмы просто никакой. У него есть деньги платить за место выявления. Ну, деньги, это как бы, да. И Петр Алексеевич 10,7. Третье место. Это тревожная такая история. Я понимаю, что там сидят, наверное, какие-то правильные аналитики, там анализируют, думают, что и как. Понятно, что действующий президент, он всегда там падает в рейтинге. Он Меркеля на хоть и не президент, но... А, особенно в трудной экономической ситуации, когда и прочие. Это понятно, и политической, и военной. Ну, тем не менее, это тревожный звонок. Лешко 9,8, Садовой 8,9, Гриценко. Помнишь, что такое Гриценко? Да, конечно, помни. 7,5, Савченко 5,6. Тревожный звонок. Тягни бок 4,3 и по 2%. А Ярош, ну, понятно, и Тегибко. Ну, я же не помню, Тегибко. Ну, вот, я просто говорю, а то я просто читаю цифры, я не знаю, насколько... Тегибко, БРД, порядок на ВД. А как вот Наталья Витренко мимо рейтинга прошла? Ее тоже очень помню. Ну, по-видимому, по-видимому, как... Расчелкала. Да, расчелкала. У нас есть телефонный звонок. Давайте по первой теме, по первой, по интеру, мне говорят, есть зрительский звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Ждал человек очень долго нас. Пожалуйста, слушаем вас. Добрый вечер, вы нас слышите? Если слышите, давайте нам звоночек в студию. Нет, значит, мы идем дальше. Нет звонка, да, видимо? Ну, тогда давайте продолжать дальше. Тревожный звонок, не тревожный. Да, а я все равно, как бы... Алло! А, вот, вот, вот. Слышим, слушаем. Слушаем вас? Нет, все, да? Молчат. Обиделись. Не хотят, обиделись. Гудок был, гудок, но это не гудок, Акметова был. Все-таки я немножко подниму градус оптимизма, потому что все-таки президент, хоть и согласно вот этому одному из рейтингов, он идет третьим, он все-таки достаточно оптимистично настроен, и скоро нам всем с вами можно будет ехать за нашими деньгами, и причем без визы в Европу. То есть я верю своему президенту. Две цитата. Ты веришь? Да. Ты правда веришь, что все будет без визы в режим? Я верю, что будет когда-нибудь, когда-нибудь без визы в режим, я верю. Не, ну там же Еврокомиссар сказал тоже. Да, Еврокомиссар подтвердил, а комиссарам не верить нельзя, это опасно. Вот, и две цитаты Порошенко в Виннице на дне города. Виннице был не чужой для него город, кстати, там и наш мэр был на дне города, он подтвердит, надо будет спросить Филатова, говорил ли это Порошенко. Первая цитата Порошенко. На днях, я уверен, состоится заседание МВФ, валютного фонда, и будет выделен транш, который станет финансовой опорой для реформ, которую проводит президент, премьер-министр, правительство, местные власти. И вторая цитата. А парламент не сказал. Да, я уверен в том, что мы осенью получим безвизовый режим. Тут, правда, есть одна мелочь в плане работ Совета директоров МВФ, которые 7 сентября, они на свой сходняк, тусовку собираются, вот там отсутствует украинский вопрос. Он там не... Но, и к тому же письмо было недавно МВФ о том, что вот надо срочно эти лажи наши с электрическим декларированием, с электронным декларированием устранить. Ну, все там как-то подзваивает. Но, я напомню, краткая история вопроса, что в марте 2015 года МВФ выделил по расширенной программе 17,5 миллиардов удельных единиц долларов. В прошлом году было два транша. 5 миллиардов и 1,7. И вот должен был осенью быть третий. 1,7 десяток миллиарда. Но мы помним обострение, предвыборное, не было премьера, предбюджет и обсуждение налогов. В общем, все эти терки наши, национальная вот эта игра. И коррупция, чего уж греха таить. В общем, заморозили. И ожидали премьера. Гройсман, Прэдэ, порядок на ВД. Пришел Гройсман, вроде все уже, как бы появился премьер, устойчивая власть. А денег все нет. Июль ждали, тоже нет. И вот теперь говорят, что точно, 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 точно. Оно вроде не 1,7, а 1. И на том спасибо. Мне хватит о безвизовом решиме поговорим. Поговорим в Люксембурге. Гривна, кстати, устала ждать. И рекордно упала за все свои 20 лет существования. Если любишь, отпусти. На той неделе было 20 лет, юбилей у нашей национальной валюты. 16 сентября 1996 года Украина перешла полностью на новую валюту. И вот говорят, что не было такого большого падения, такого стремительного падения, как сейчас. Дальше обещают тоже снижение. Но стремительного не будет. Будет ползти, говорят, до 30. В середине осени доползет. Но вот что интересно, что 20 лет назад, я вот нашла такие данные, я не помню этого, но за 1 гривну 20 лет назад можно было купить 2 буханки хлеба. 52 копейки стоило буханка хлеба. Ну так этот хлеб уже черстый. 1 доллар стоил 1,7, 1,7, 1,8 гривен. Там из Гельфера. Какие же были золотые времена. Доллар по 55 копеек в СССР, только его нельзя было найти. 56 копеек. Экскурсионный тур в Италию на 2 недели с посещением 7 городов стоил 855 гривен тогда. И это без двух буханок хлеба. Без двух буханок. Ну, пенсии были 40-55 гривен. Это примерно 25 долларов тогда. Добавлю к этому, я все-таки читал отчеты, прогноз Standard & Curse. Это одно из рейтинговых агентств, которые в тройку входят мировых агентств. Это Fitch, Moody's и вот это S&P. Они все-таки до конца года 26,5, до 2019-го 30 гривен. Максимальный порог падения. Так что, нормально. Важен, какой при этом рост экономики и инфляция. Наша гривна падает вместе с рейтингом президента. Нет, ну, я просто о президенте. У нас, подождите, есть звонок еще раз. Человек перезвонил мне. Говорят, давайте уже выслушаем. Пожалуйста, только очень мы вас слушаем. Алло. Да, давайте уже наверняка. Добрый вечер. Вы извините, там с телефоном у меня что-то случилось. Да, слушаем вас. Значит, я насчет этого поджога. Понимаете, ну, во-первых, то, что они показывали там это самые кадры, там, снятые на своих мобильниках, там вообще ничего не понятно. Это раз. Значит, никто никуда не убегал. Я вот смотрю, людей в масках не было. Были ребята в камуфляже. Один ходил в одежде казака с трубкой, с СЛС. Вы намекаете, что они сами подожгли или что? Давайте давайте. Нет, они, может, и не сами подожгли. Но там, скорее всего, как говорится, была какая-то группа поддержки, якобы, понимаете, пришла тоже это самое. Ну, наверняка, конечно. Понимаете? И которые учудили всю эту ерунду. Значит, во-первых, кому это нужно? Никому. Это нужно только тем, кто кричит, что у нас в Украине там дестабилизация и пятая такая, и всякая такая ерунда. Значит, это тот же, значит, регионалы, это тот же самый оппозиционный блок. Это те, которые начали войну. Это раз. А теперь они кричат, что, мол, мы все, значит, увадим, давайте перевыборы. Ну, конечно, наше правительство само довоим, как говорится, козыря в руки. Спасибо большое. Понятно. Ну, сценарий, да, я так понимаю. Вот зритель наш говорит о том, что это был сценарий. Ну, есть и такая версия. Есть такая версия, конечно. Я опять про президента, я опять тоже вернусь. Я просто хочу сказать, что вот сейчас две страны, ну, которые лишились своих президентов по разным причинам. Значит, в Узбекистане пышные похороны. Ой, не кажи го, а вдруг живой все-таки. Не-не-не, уже все, уже все. Ислам Каримов, человек, который там, ну, с советских лет еще был, там, первым секретарем. 27 лет. Да, первым секретарем ЦК, там, председателем Совета Министров. То есть, и вот, ну, как бы по такой азиатской сложившейся, я не знаю, традиции или как это. Ну, в общем, да, он руководил вот, значит, страной 27 лет. И было вот это молчание, да, по поводу того, умер он, не умер. Там, дочка Лула сказала, ну, инсульт, ну, мы молимся, все будет нормально. Вторая дочка сидит в заточении, поэтому она... А, вообще никто не знает, где это. Да, она даже не была на похоронах. Ну, вот этот вот, как бы, азиатский непонятный формат, когда страна, да не то, что страна, весь мир замер в напряжении, а что же будет дальше, потому что Узбекистан находится в такой очень сложной геополитической точке земли, там, и Афганистан рядом, там, и исламские, не каримовские, а просто исламские экстремисты. То есть, там может, в общем-то, быть, и все молятся, чтобы как-то умеренно было, а кто и как не очень понимает. Нынешнего примера. Не все, я не молился. Не, ну, все, я говорю, кто умеет молиться, ты научишься. Я вот что... Ну, и другая страна, которая тоже лишилась президентов, которая, знаете, БРИКС, вот Бразилия, там из 81 сенатора, да, 61, причем не просто женщину, она так красиво с Путиным фотографировалась, помните, да. А, так тогда правильно что-то... 61 человек проголосовал импичмент. Она сказала, это заговор, что там еще там сказала, ну, все, до свидания. До свидания, и еще 8 лет она, то есть до 79 своих лет, она не сможет, значит, занимать руководящие должности. Коррупция, махинации, все дела. А там такая интересная молодчать, отдал Марусев, она болгарского происхождения. Ну, я говорю, что вот, как бы, совсем другая модель. Бразилия страна тоже немаленькая, интересная, сложная, и вот, как бы, да. Причем на подъеме находящейся. Да, просто взяли и просто проголосовали. И это вот говорит о том, что какие разные страны все-таки существуют на земном шаре. И как надо понимать, куда все-таки, в какую сторону страны. А я продолжу про президентов с радостной, сенсационной новостью. Арестовали Путина. Арестовали Путина. Есть фото, есть документы. О, все. Можно показать вот полицейскую фотографию. Так это Майлз Дэвис. Оно, как мы его называем, ла-ла-ла-ла, оно может разные облики. Разный облик принимать. Короче, 48 лет. В городе, во Флориде, в городе Уэст-Палм-Бич арестовали Путина. Мужчину задержали в супермаркете, орал на продавцов Путин. Не хотел уходить, сопротивлялся офицеру. Что орал, что мы введем. Про многоходовочку, да. Путин. Вот звал Алину Кабаеву. В общем, Майлз сопротивлялся офицеру полиции, но без насилия. Судили, под подписку о невыезде выпустили. Сначала отказался назвать имя, еще бы. Его записали Джон Доу. Это у них Америка универсальная. В переводе Владимира Путина. Да, нет, Джон Доу. Но потом в рапорте, можно показать фото рапорта. В рапорте он уже... Остыл, чтобы тебе уже наверняка поверили. Нет, рапортом есть выписка, следующее фото. В рапорте он значится как Владимир Путин. Там я две фотографии, честно говоря. Да, вот Владимир Путин. То есть не Гаага, так Уэст Палм-Бич. Это репетиция действительно ареста Путина. Но это оказался реально Владимир Путин. Может быть, это его второе я. Под прикрытием. Хорош. А первое я будет в Гааге. Ну, хорошо, конечно, звучит Владимир Путин в тюрьме. Да, это неплохо. Может, еще лучше звучать. Есть варианты, фразы. Ну что, и одно такое еще событие на той неделе яркое состоялось. 1 сентября дети наши пошли в школы, в вузы. Очень красивый, кстати, был день. Очень много хорошая такая альтернатива у нас появилась в Украине, в Днепре, в частности, вот в Ишеванке. Я не знаю, как вы, вот я отметила очень. Это сильно, очень красиво. Это красиво, когда это не приказом это делается органично и гармонично. Да, это очень хорошо. И все, вот какие-то изменения, говорят, наступили. Я не знаю, в школах говорят, что линейки изменились, они стали менее напряженные, менее длительные. И ими уже не бьют по рукам. Я вот лично хочу сказать огромное спасибо, так сказать, в кавычках, нашему городскому транспортному цеху. Опять за маршрут номер 119, который ведет с победы на проспект Гагарина. И как студенты добираются. И вот я еще раз желаю попробовать добраться, как все части тела выглядывают из этой маршрутки. Сесть на нее невозможно. Большое спасибо за такую реформу, которая не проходит. Я не знаю, в тех городах, где бывала я в Украине, хуже, вот чем у нас. Нет транспорта, в Днепродзержинске, в Каменском, простите, была вот недавно. Все отлично, нормально с транспортом. Такого ужаса, таких разбитых, ужасных, редких маршруток и вот таких многолетних, четырехлетних, я бы сказала, точнее, обещаний от транспортного цеха пустить большегрузные автобусы, я еще не слышала. Поэтому я считаю, что это унижение Днепропетровского. Очень глубокая реформа, наверное, очень глубокая. Я надеюсь. Глубокая. Четыре года происходит это обещание, мы просто свидетели движения по этому маршруту. Поэтому все это... А я видел троллейбусы красивые. Троллейбусы не ходят с победы на Гагарина. Прилипа обещала в этой студии большегрузные автобусы. Я прошу очень серьезно отнеслись, потому что реально перед передачей мы нашу Кальянову, как бы единственную, и не повтори, мы видели, она ее вот... Я давно не видел, чтобы ее бесит. А потом спрашивают, почему студенты прогуливают ленты. Она нам нужна. Почему студенты, некоторые студенты, которые защищают честь нашего города на конкурсах красоты, не могут потом назвать имя премьер-министра. Возможно, они пропускают ленты, потому что нет транспорта. Мы вытесим из них душу, мы сделаем, мы сделаем 119 маршруток. Сделайте что-нибудь, сделайте, потому что наш транспорт это ужасно. Мы угоним где-нибудь в Днепродзержинске и пригоним сюда. Это мы из мира животных что-то хотели. Я не знаю, выход из мира животных, но выход ли это, но... А про зоопарк, может, мимими какую-нибудь вместо этого? Про зоопарк у нас мы... Вот еще одна из потерь нашего минувшей недели, с сентября уже в городе Днепре, на Монастырском острове, теперь нет зоопарка. Я думаю, что эту новость уже слышали, но вот еще раз подчеркну, что достаточно давно, еще с весны, говорили о том, что это событие состоится, не было возможности модернизировать этот зоопарк, содержать. Вот, как выяснилось, практически все животные уже пристроены, большинство из них, 67 точнее, отправятся в Харьков. Кто-то, может быть, в фильмах экопарк. Совершенно бесплатно, хозяева даже привезут их туда за свой счет. Ну, некоторые там побудут временно, возможно, отправятся дальше. Вот что-то там с медведицей... Нет, там еще, во-первых, осталось вот две лисички, да, вот с ними там... Ну, правильно, да, волы же не ревут, пока я слуху. Чтобы волы траву косили, естественно, еще шесть лошадей для конного патруля полиции. А лихичек, по-видимому, отдадут в детский дом, ну, там, значит, где дети будут ухаживать. А медведица, вот медведице повезло больше всех, потому что ее планируют отправить в Синевирский там заповедник, где для... Да, там говорят, что там для медведиц просто рай, вот, и, в общем-то... Они живут там прям совсем в природных условиях. Да, вот поэтому, ну, пожелаем ей, чтобы она жила долго и счастлива. Мне показывал Михаил Лысенко, он сказал, что выкладывать это не будет очень жесткое зрелище. Нет, еще старую вот пожилую верблюдицу с больными, как ее вот действительно транспортировали, это действительно душераздирающее. Но там им действительно реально будет лучше. И они же, кстати, санитарно обработывают грунтом и почву, где это будет. Да, сказали, что будет обработано. Но я хочу о главном событии. Это же будет по дороге. Да, у нас остается время на джаз. Наверное, тупо было, да. Я о значении джаза, о значении джаза фестиваля, об уникальности этого события говорил. На тех программах я очень по-солдатски четко, кто, где, когда и сколько. Вот в течение полутора минут быстренько напомню. Потому что действительно это событие. Без всяких эмоций. Люди уже поняли о крутизне этого. Значит, кто? О, Джамала, победитель Евровидения. Рэнди Брекер, пятикратный обладатель Грэмми, джазовая труба мира номер один. Трио Сайруса Чеснота, пианист, входящий в десятку лучших пианистов мира. Играющий у Обамы, он постоянно играет. И теперь у Филатова будет играть. Вот, Майкл Венсо, уникальная молодая звезда и его куратор молодежных программ Линкольн Джаз Центра. Его группа «За шеет». Трио Венсана Буржекса, Франция. И специальный гость Рик Маргитса, саксофонист, игравший с Майлсом Дэвисом. И, конечно, фишка приезд знаменитостей наших земляков. Андрей Кондаков, наш земляк-пианист, привозит Интернешнл Джаз Бэнд. Ирина Родилис, поющая сейчас с Макаревичем. В Днепропетровчанка приезжает. Виктор Двозкин, знаменитый контрабасист, уроженец Днепра. Валерий Щерица, Литл Бэнд Марховского, живущий... Виктор Рейлин. Виктор Рейлин из Германии, мультиинструменталист. И легендарная группа Кредо, слава богу, в Днепре оставшаяся. И Литл Бэнд Марховского. Значит, теперь кто, я сказал, где. 14.30, парк Глобы бесплатно. Мастер-классы в консерватории 10 и 11 в 13 часов бесплатно проводят Мировые звезды. Основная сцена это Монастырский остров. 10, 11, 17 часов, 5-часовые джазовые марафоны Open Air. С участием и Джамала, и Рэнди Брекера, и всех-всех-всех. Значит, студенты консерватории, значительная часть музыковых, ученики музыкальных школ. Кстати, вот пример хороший, Гельфер. Мог бы билеты стырить, пользуясь положением, а тем не менее купил и в своей музыкальной школе на своем округе, как депутат, чего желаю, и всем депутатам передал. Люди с мобильной... А почему ты удивляешься? Люди с ограниченной мобильностью. Я не имею в виду, что на своей музыкальной школе я не заканчивал. Люди с... Ну, на твоем округе же есть музыкальная школа, неизвестно, да. Люди с ограниченной мобильностью. Я просил только тех, кому это интересно, чтобы не просто для умильной картинки. Раздать билеты. Да, участники АТО и так далее. Значит, опен-эр цена от 250 фан-зона до 1800 гривен для тех, кто хочет с комфортом посмотреть. В 22.30 минора «Джаз Найт» — это дорогое мероприятие, это классика, всегда такие делаются мероприятия на джаз-фестивалях, чтобы там будет и музыка, ужин там и так далее, будут всякие консулы и т.д. и т.п. Вот на них можно будет посмотреть руководство города, будет бизнес-элита, как они... В общем, как у Обамы, только... Да, и, конечно, хорошая музыка, вот, ну, выгулять же платьичко и туфельки где-то должны люди. То есть дресс-код будет. Вот, и 11-го числа второй «Джаз Марафон» и 22.30 «Джем Сейшн». Тоже в миноре — это когда собираются музыканты и просто импровизируют. Иногда он зачастую даже круче программы. Очень ровные программы. Еще добавлю, что на Монастырском острове дети до 12 лет бесплатно, а до 16 лет фан-зона бесплатно. Ты уже перебрал. На сегодня все. И джазовый паровозик будет по Монастырскому острову ездить. Спасибо за внимание, приходите. Это ближайшие выходные. До встречи на джазовом фестивале, а потом в понедельник. Попробуйте не прийти, хочу сказать. «Don't me no swing if it ain't got the swing». Все фигня, если в этом нет свинга. Спасибо за внимание. Оставайтесь на девятом канале. Всего доброго. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok